Всем гав, с вами Тяв, и мы сегодня продолжаем играть в игру с названием Poppy Playtime. Вышло, вышло третий чаптер, и мы поиграем наконец-то в третий чаптер. Я надеюсь, проблем сейчас со звуком не будет, потому что ночь, записываю ночью, не хочу кричать, чтобы никого не разбудить, поэтому будем сейчас играть втихую. Ко мне пришла кошка, шо ты хочешь, кошка? Кошка ничего не хочет. Почухаем её и поехали. Deep Sleep. Итак, тут даже есть рул локализация, вы представляете, насколько всё продвинулось? Вау, эта мародашка на фоне просто офигенно. Сейчас лично мне уже нравится одно лишь меню, просто взгляните, оно стало просто, оно эстетически красивее выглядит. Я немножко аудио, наверное, сделаю чуть-чуточку тише, потом будем слушать на записи, как оно будет применить. И попробуем новую игру. Ладно, давай продолжим. Допустим. У меня не было сохранения, но мы попробуем. Может оно с прошлой главы возьмёт? Что прошлую главу я проходил. Итак, загрузка. Что? Вау, графон, сразу говорю, офигенный графон. Графон поменялся. Прям реально красивый стал. Что это за штука? Какой-то люк. Ага, он нас закинул туда, Блю. Аааа, подожди. Это продолжается с того момента, где мы остановились. Ой-ой-ой-ой, какая чувствительность сильная. Так, управление. Да, напоминаю всем тем, кто уже забыл о чём была. В прошлой части нас предала наша подруга Попа. И по итогу она нас отправила куда? Правильно. Отправила нас под поезд. Поищи предмет рядом, который помогут тебе подтянуться. Зажми. Ага, вон она. Хо-хо. Да, это механика с прошлой её части. Так вот, да, нас предала Попа. И получилось так, что тогда мы, будучи преданными Попой, отправились на поезде в никуда. Ой, мне не сюда, да? Отправились на поезде и по итогу сбились с рельс. У нас типа сбилась там на рельс, слишком быстро загнался поезд. И мы там, если не ошибаюсь, типа попали вот в эту аварию. И после этого, видимо, нас нашёл вот этот вот код. И теперь нас доставил сюда. Да. И теперь мы вот здесь проходим. Так, собственно, а куда здесь идти? Я уже туплю, хотя думал пройти не тупя, чтобы быстрее прошлась игра. Меня, надеюсь, сейчас не раздавят? Меня раздавят. Много трынью. Но игра реально была хороша. И сейчас мне очень нравится новая графика. Она просто реально офигенна. И я пока не знаю, конечно, ни за сюжет, ни за что остальное. Но что это? Печатки рук. Хорошо, сюда, сюда тоже не надо. Допустим. А если... А, если... А, понял. Раз, два и три туда. На синенькую запрыгнуть. А синенькой туда и вон туда. В тот проход. Я, по крайней мере, предполагаю, что так. Раз, два. Теперь ждём. И вот туда попробую попасть. Так, я уже несколько минут потерял. Вообще, насколько я знаю, игра рассчитана на часа три. Потому нужно проходить быстрее, чтобы мы не затягивали прохождение надолго. Control есть. Хорошо. Блин, мне нравится. Графон стал намного лучше. И дизайн вообще стал приятнее. Лично мне, для глаз, просто это услада какая-то. Всё, знаешь, именно, что оно не сделано прям как-то... Вот, прям, не знаю, как называть. Оно не сделано прям слишком сверхкрасиво. Оно так просто, но со вкусом. Так, снова это испытание. Ой, какой-то страшный, всё-таки убитая. Я вообще подумал, что это глаз, что это. Раз, два. И сюда. Хорошо. Дальше точно так же. Спешим, 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 спешим. Я успел. Хотя не знаю, как это сделаю. Я вообще там через текстуру провалился. Ага. Вытягивая. И отпускаем. Ха, прикольно. Ещё одна механика с горочкой. Прикольно. Мне пока всё нравится. Очень офигенно выглядит. Где я? А, всё, правильно иду. Допустим, сюда. Наверное, сюда. Я не знаю. Вытолкнуть могу? Вытолкнуть не могу. Ладно. А в эту сторону? Ха. А куда? Тут некуда идти. А приори. Как я могу потеряться здесь? А, тут нужно кликнуть было. Прикинь. Тут нужно было всё это время кликнуть. Так, это мне... Ага. Батарейки. Надо ставить новый, тоже механик. Разместить батарею в розетку, чтобы получить энергию. О, новая плёнка. Плёнка. Что ж, мисс Харпер, расскажите, что произошло. Не пускайте ни одной детали. Дети укладывали спать, как обычно. Все были спокойны. Вокруг тишина. Кот, дремот, уже наполнил что-то там. И тут я слышу резкий крик. Я даже не услышал. Пусть попрочитать. Я понимаю, что детям иногда снятся кошмары, но... Расширенные зрачки и гадражащие губы... Как её взгляд бегал по комнате, клянусь. Когда я взяла её за руку, мне показалось, что её кровь кипит под кожей. Её мучили какие-то жуткие видения. Она... Простите, я не... Мисс Харпер, мы делаем всё, что в наших силах. Честное слово. Нам важно это знать. Мария вам рассказала, что видела? Да, она рассказала, это был монстр. Бесцветный монстр. Господи, я чувствовала, как родится её сердечко. Она думала, что он стоит рядом. И двигалась очень странно. Размахивала руками, пиналась ногами. Хм... Я хочу поговорить с ней. Узнать, как дела. Мне бы просто услышать её голосок. Встреча крайне нежелательна, мистер Харпер. У нас сейчас слишком много заблот. Не волнуйтесь, жизненные показатели в норме. Мы следим за её состоянием. С ней всё бы и хорошо. Нет! Прошу, пропустите меня. Прошу, пропустите меня беспокойство, что... Просто верните мне мою малышку. Ага. Прохищение детей, что ли? Снова? Так, батарейку вижу, кстати. Раз. Где-то ещё одна должна быть батарейка. Так. Давай не тупя. Вот, кстати, он сюда нас кинул. Зачем у нас вообще докидал? Типа он нас как мусор выкинул? Ну, странное решение, учитывая, что мы выбраться оттуда смогли. Тем более, он сам нас по итогу видел. Ой. Ну, ладно. Это монстр, мы не знаем, что у него там на уме. Не появится, как с мамочкой в прошлый раз? Потому что они же, как мы помним, появлялись. Я бу-бу-бу-псон. Ой, я тебя помню. Ты не помнишь? А, ну скажи. Слон ничего не забывает. А, кое-что значит, что я тебя помню? А, ну давай. Хороший, тебе он, мне воспоминания. А как? Подожди. Это сейф типа? А как ответить на звонок? Тут, кстати, шрифт есть, можно бегать. А, вот звоночек. А как мне его? Ага, алло. Это попа. Попа, ты меня. Я не хочу твоей смерти, поэтому я помогу тебе. Смотри. На дальность станет рыбы приготовиться. Использую это батарею, чтобы при двери, где подожди. А вот она, он сюда выкинула. Это попа, по-любому. Она нас предала в прошлый раз. Теперь нам хочет помочь, что ли? Я бы ей не доверял. О, да, наш поезд. Наверное, я там код ремонта нашел. Нет. Ты, наверное, слишься на попе из-за этого, что она помешала тебе сбежать. Просто ей нужна твоя помощь. Нам всем нужна твоя помощь. Ты наша цель. Вместе мы сможем спасти много людей. В том числе и тебя. Приют прямо по курсу. Там живет кот Дремод. Это один из улыбающихся зверят. Раньше их было восемь, кажется. Остался только он. Люд для него святое место. Это зона охоты. Там он делает все, чего захочет. Распеши, будем на связи. О, как мне запереть? Ну, кстати, меня зовут Олли. А-а-а, все, я понял. Перепроед. Попа, еще не попа, этот. Кисси Мисси? Я не знаю, кто из них, кто я и не разбирать. Закрыто. Да, мне не нравится новая механика, во-первых, с дверями. Это прикольно, что они добавили двери. Теперь, наконец-то, мы реально можем открывать двери. Это записки мы типа читать можем? Не можем. А-а-а, камера не работает. Я не помню, было ли открытие таким образом дверей. Может быть, я просто отвык уже. Схвати ручку и поверни луч. Кого? Схвати ручку и поверни при помощи... А, подожди. Серьезно? А-а-а, вот оно теперь как делается. Я неправильно даже делаю это. Окей, дает 5. Найс. Это прикольно, новая немножко. Точнее, как новая, старая, но новая механика. О, прикольно. Мне пока все нравится, очень даже хорошо. Скажу так, все как будто бы по новой, ну старая, но новая. Типа, и я лично уже даже не помню, что из этого, конечно, было. Но очень сильно похоже, как будто бы это все новое. Ну, типа, как я говорю, оно все выглядит как было, будто бы все это уже было раньше. И дверь, по-моему, есть не шпальти же были пару раз. Ну, ощущается все по-новой. Да, конечно, последняя глава выходила, хрен пойми, когда, плюс я знаю, как они, что они переработали графику. Привет, меня зовут Элиот Людвиг. Как, глядя на современный мир, как вы считаете, что ему больше всего не достает? Я как раз решил расспросить об этом. Денег мне никогда не хватает. Понимания меня никто не понимает. Веры? Народ со всеми потерял. Ответы были разными. И в каждом была своя доля. Но никто не упоминал одну важную вещь. О ней все забыли. Никто не вспомнил про улыбку. Улыбка выражает надежду, выражает любовь, выражает понимание. Ничто не доставляет мне больше радости, чем дарить детям улыбку. Улыбка выражает надежду, выражает любовь. И я счастлив будь тем, кто побеждает в них надежду и что-то там. Ведь только надежды и мечты помогут нам создать лучшую версию мира. Где управят монстры, да? Мир, где детям нечего бояться. Конечно, монстры только. Где живут дети под защитой монстров? И вообще без детей не было бы этой компании ни игрушек. Ага, и не было бы монстров. Эти дети созданы, чтобы улыбаться, чтобы любить. И они заслуживают жить дома в безопасности. Поэтому я основатель компании Poppy Play Call. С огромной радостью сообщаю об открытии... Открытии приюта. А, это наш собственный интернат при фабрике. И это не просто интернат. Это школа, место для игр, место, где тебе радость. Звучит как не очень правда. Это наша собственная подземная экосистема, где каждая деталь создана, чтобы вызвать у детей улыбку. Звучит как бред. Учителя и советники, отцы и матери... Матери. Тут есть все, что необходимо. Пусть наш приют приносит радость, вдохновение и улыбки всем, кто здесь окажется. Звучит как полный бред. Ведь если не улыбаться, это зачем жить? Чтобы проводить время, чтобы получать новые эмоции. Чтобы наслаждаться жизнью. Не всегда... Эй, это я, Оля. Клево, правда? Не сказал бы. Мне не очень нравится. Раньше здесь живо. И что с ним стало? Ладно, видишь, что статуя центра комнаты? Дам. Иди по ступенькам под ней. Там есть одна любопытная комната. О, клево. Я клянусь. Я клянусь. Могу дать мне ключ. Я клянусь. Я клянусь. Допустим. Это что? Давай ключ. О, а вот и ключ. Допустим. Что ж, ключ у тебя есть. Теперь, наверное, тебя мучает вопрос. Отчего этот ключ? Иди назад. Там увидишь дверь. Слева от вагонетки, которая тебя сюда привезла. А, вон дверь. Куда? Эй, куда рукоделось? А, все, вернулось. Я чуть руку не потерял. В лоб. Так, ой, какие у вас тут неудобные ступеньки? Я вообще не знаю. Типа, приют не может вызывать улыбку. Не, типа, они могут пытаться имитировать улыбку. Могут детям давать, типа, хорошие воспоминания. Но вряд ли вы полностью хорошо будете это все помнить. Для вас это будет, скорее всего, тяжелые времена. А место, типа, попи-плей компарейшн, вообще, как бы, бредово. Типа, сюда приезжают дети с родителями веселятся. Ну, типа, на фабрике, а тут дети внизу, как рыбы под землей. Набор, пожалуй, в систему добычи газа. Сердце всей этой системы приюта. Ага. Весь газ вы видите, в машине создается именно здесь, на фабрике. Этот раз называется красный дым. Сейчас этот дым идет в правую сторону. Наждаясь, перенаправить дым в левую сторону. Нельзя работать, понял. А так не берем с него. Скорее всего, в машине будет вставлено парочкой безмозгных охранников, что я там. Не волнуйся, ты хоть одолеешь. Мне позвоню, как только все будет готово. Звучишь, как монстр, а не как игрушка. Кто таких, как вы, делает? А, тут нужна эта пленка. Дверь даже не дергается. Там нет даже звука дергать. Это мне. Мы могли бы, конечно, поискать кассетки, но я не знаю, делать ли это нам или нет. Типа, кассетки, но если искать, то окей, мы тут, конечно, в лор больше улыбимся, чего я, конечно же, не отрицаю, что будет хорошо, если мы это сделаем. Почему-то я не могу потянуть за рычаги за это тоже. Хотя вроде тут, как будто бы я должен это сделать. Здесь нет. То, типа, мы можем поискать кассетки, попытаться все это проходить прям сильно, прям полностью. Но я не знаю, насколько это реально необходимо. Напишите, если вы думаете, что необходимо реально искать кассетки и полностью проходить, прям вот досконально изучать. Потому что, я не знаю, мне как-то кажется, тут можно пройти просто для наслада. Ну, что графика классная. Испытания иногда интересные. Ну, типа, прикольная игрушка. Мне лично нравится. Все, открываем следующую дверь. И идем в правую сторону. Опа. Нажмите 2 или прокрутите, чтобы поменять новую руку и поднял, что это. Что она делает? Это, это NVIDIA, вот это вот, 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 видишь? Оно. Да, реально, как будто бы появляется в доп. рука. А вот это минус графики. А что это рука делает? А-а-а-а. Ага, все, я понял, что рука делает. А, тут нет проигрывателя или есть, или он там сверху. Я просто думал, что мы сейчас можем проиграть эту пластинку. Мы не можем проиграть. Ага, ладно, прикольно. Пока, реально, пока прикольно. Ладно, идем туда, вот, я сейчас быстренько запрыгну обратно. Такс, мы здесь. Здесь она сказала, что будут еще какие-то охранники. Я так понимаю, будут еще какие-то монстры, которые будут за нами гоняться. Которых мы в конце концов должны будем ушатать. Я очень надеюсь, что это не будет какой-нибудь лабиринт сейчас. Монстры. А, я даже не запрыгнул. А, ну, тут реально нужно запрыгнуть прям. Да, тут нужно запрыгнуть. Ладно, это было легче, чем оказалось. Опа. Ой, а что это за водичка такая? А, а, тут красный туман, про который она говорила. Так, другую руку. Тот мне, наверное... А, мне пустить. А-а-а-а. Все, понял. Не понял. Ау. А вот теперь подожди, а куда мне прыгать? Я туда не допрыгну. А ну-ка. Ага. Ага. Все, ладно. Допрыгну. Просто нужно прыгать другим путем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Добавили не только контент, но и баги. Ладно, это в принципе ожидаемо. Невозможно получить иглу без багов. Но это было забавно. Идь. Все, мы через эту сиганули. О-о-о. Сразу туда давай. Ага. Теперь я должен развернуть ее правильно. Так. Вот так. Ага. Куй. Не той рукой. Не той рукой. Ага. Все, нашел решение. Мы закидываем сюда. А эту, значит, мы поворачиваем наоборот. Вот так вот. Так, ладно. Нужно немножко переделать эту всю конструкцию. Отсюда, вот сюда. Хотя вопрос, надо ли мне вообще это, слушай. Я же, по идее, могу просто взять и напрямую. Да? Нет. Так, а этой рукой? Ага. Все правильно, я понял. И сейчас должна вот эта штука купиться. Да. Так, теперь мы меняем. Сюда. И еще раз. Раз. А, нет. Теперь я должен. Ага. А туда я могу? Да я не могу. Подожди. Ак тогда? Там тоже требуется две, так понимаю, да? Да, две подвозки. Так, а ну-ка. Так же можно сделать, да? Все получилось. Так, и теперь должен еще и выход открыться. Да, выход, меню, а меню открылось. Да, выход открылся, я правильно сказал. Сохранение, значит, возможно, рядом будет монстр сейчас. Передакрыть оффлайн. Пошел в запуску 98 градусов. Корость металей. Оффлайн. О, пошла перекачка. Ну, продолжай, это показывает. По плане питания. Так, пойдем налево. Наверное, нет. Нет, закрыто все еще. Нет питания, хорошо. Ага, у нас нет вот такой батарейки. Где добыть? О, нет. Кто-то отключил питание. Так, отправлю другой ключ. Это ты найдешь подостатки. Иди до дома, от чего-то там. А, я понял, где подожди. Здание с генератором, удачи. Блин. Я вам что, пришел сюда вас реально спасать? Я свою жопу пытаюсь вытащить отсюда. А вы меня все глубже засовываете. Я бы уже отсюда сбежал бы, если бы не ваша попа, которая перекрыла мне путь. Не, ну, кстати, за графику не могу точно сказать, потому что так-то я же играл до этого на свои 1050 Ti. И у меня 1050 Ti хуже ее тянуло. Может быть, конечно, здесь дело в том, что у меня новый компьютер. И он лучше тянет. Так, она сказала, что отправила мне ключ. Значит, мне нужно вернуться в центр. Взять ключ. И идти дальше. Угу. Магазин игрушек. Offline, offline, offline. У меня в магазин игрушек, я так понимаю. Да, идти? Где ключ? Написано, что это? Ну, кстати, у меня есть кассеты. Тут я могу запустить. Где мне вообще кассету проиграть? Тут нигде нету проигрывателя, по-моему. Нет, я, конечно, не затрицаю этот момент, что, может быть, я просто пропускаю его где-то и не ищу сейчас. Но, как я и сказал, я сейчас планирую в первую очередь проходить саму игру. А потом уже проходить как изучаю. Да, и тем более, я думаю, историю найти со всеми этими вставками можно где-нибудь. Потому что я уже видел, что немало ютуберов уже делают уже все видео. Вот ключ нашел сюда. Они уже делают видео, им раньше ключи дали, они сразу проходят. Тем более им дали ключи, я покупал игру. Вот, собственно. О, идем дальше. Я надеюсь, мы хоть успеем за эту серию найти кота. Мне кажется, мы сейчас желание сбудется. Хватит мрик, а прям стенка. Ой. Что произошло? Ну, что я не нашел? Лишь подошел к стене. Дверь пропала. Тут была только что дверь. Не обманывайте меня. Я знаю, что там было. Подожди. Ты коты? Ладно, фото бармот. Я так понимаю, мы сейчас с тобой встретимся. Ммм, это стена или это пол? А, это пол. Я думал, это стенка уже. Во, прикольно. Я буду дергать все двери, потому что овось она одна откроется. А там будет секрет. И мы такие, вау, мы нашли секреты. Я такой, вау, я крутой. Но нет, скорее всего, такого не произойдет. Блин, я ударил по геймпаду случайно мышкой. Я так резко дергаю, что я прям по геймпаду бью. Так, а ты сзади, тебя нет? У меня такое ощущение. Нет, там ступеньки. Ладно, они, по-моему, не пропали даже. Эм, happy and fun. Why was it done? Эм, счастье и веселье. Почему это закончилось или почему это прекратилось? не знаю или почему-то сделано готова у там ступил трагические новости в девять чего-то там местные владышеств сообщили об теле кого-то мальчика поместили кончающегося или это было куда известного мест мастер игрушек а это владельцу личность ребенка пока официально не установлен что тоже это его сын типа умер тела нашли в бауле верхней спальне компания плейко просила прокомментировать недавно и события уважающую находку далее дословный комментарий это бесчеловечно людвиг был величайшим человеком все кто был с ним знаком понимали что он не способен на жестокость конечно не смог совершить то в чем сейчас его объявляю он всем сердцем любил детей также какие-то такие же как этот ребенок тело подбросили это преступление становится еще более число бесчеловечным мы сделаем все чтобы вернуть доброе имя нашей компании и у репутации просто будет восстановленная публично следите за новостями вот кстати кто помнит прошлой части мамочку длинные ноги забрала какая-то длинная рука и вот мое лично до сих пор мнение что возможно вот этот кукольник и возможно что он создавал это все и он виной всего этого есть он виной этих детей которые погибали а вот эти игрушки даже не факт что это дети не факт что ты принесшиеся души и так далее это может быть просто созданные куклы которые держатся тут в неволе девочка беги куда бежать я видел там кота куда мне бежать как прикольно выглядит несмотря на заверение по плейтам невинности кого-то многие считают что его замкнута си таинственность за прошлое заставляет сомневаться в этом прошли соседи у людвига рассказали что то часто возвращался домой поздно ночью и уходил из своего дома до рассвета а куда мне бежать допустим туда не двигайся не двигайся не на сантиметр тем не менее плейк он кто стучит не сомнений нет впереди будут долгие судебное избирательство помехи о реально код стой то побежал блин я уже его возьму наверно превышку когда я обернулся он там он прикольно выглядит мне нравится you google ханс типа код вот этот гулт видимо его зовут и он типа поймаете для охотиться с тобой о дверь а меня заперли бесконечные петли дам давай назад нет не помогло ладно сейчас еще сделаем круг а ты думаешь ты меня напугаешь ты может быть сзади еще окажется был вообще шикарно не пиво привычку за мне нравится туда там как будто бы что-то есть о том что написано глупс ханс ю окей вы знаете есть такие люди которые обращаются к себе или говорят про себя в третье лице третьем лице видимо этот код один из них и он типа говорит что он тебя поймает хотя на самом деле гудс он и есть типа он не написал я тебя поймаю он пишет типа он тебя поймает он идет смотри культуры верны вставай блин он офигенно выглядит а кто мы вообще такое вы так и не понимаем может третью часть играем и нам до сих пор не вкинули ничего про нашего главного героя вслепую идусь что я ничего не вижу вам вижу если что если ты не видишь ничего то я возможно даже яркость выкрутил и все равно будет ничего не видно я потому что постараюсь немножко накручу наверное тут яркости местами потому что тут реально темновато но пока мне нравится слушай и монстр прикольный пока атмосферу прям не сказал то что прям вообще страшному типа типа то все по шкрябан и ну блин слишком много шкрябов типа слишком долгая локация для вот такого места это это он стоит там нет обои по моему просто потраны ну ладно т.р. из ноу сафари высоко сейфти тихер а здесь небезопасно happy and fun 8 делали это закончили красная кассета и нет красный кассе а есть красный кассет дай послушаем не зеленый до сих пор собой приветствуем наших сотрудников сегодня ваш первый день в playtime поздравляю мы уверены что совсем скоро на фабрике вы обретете свою семью которая вас полюбит и поддержит также как и родная изучите пространство все двери для вас обедайте посреди творческого беспорядка еще там им будет очень приятно наверно спрашивайте в чем-то вливайтесь компанию новаторов которые расширяют границы современной науки хотите забыть о детях расстановитесь советниками в приюте вы поможете заменить вы поможете заложить фундамент для нашего светлого будущего каждому из вас отведена своя роль то что и так что если завтра вас одареет врачные мысли о своих действиях и выборах ваши руководители обязательно вас выслушают и уволят если вернешься годы спустя когда ваша совесть изнурит вас опуститесь в тьму он сам поднял кстати камеру поймете что и будущего ждет только невообразимый узор страхи готовые сожрать вас быть может они улыбаются из тени скалами торчащим мясо и пластмассой они затаятся ожидая своей очереди возможно они не дадут время не понять где ваше место в том оставленном мире теперь это их мир добрал пожаловать домой ой и так стоял спокойно вообще он так то годная превьюшка подождем стоп что где я оказался только не говори что все вообще заново они так и должно было бы а все так и должно было бы хихихиха хаха короче нас сажал хаги ваги прикольно так еще давайте чуть-чуть точку и будем заканчивать мамочка длинные ноги помехи кто-то такой папа длинный ног окей ой тут как-то все у тебя так запутано котенок у тебя теперь реально все запутано а я могу из-за этого построить себе лесенку а там есть проход пух я случайно проход сделал у машинка а ну запускайся могу запустить а да могу запустить вот давай прикольно нет это реальный имба мне пока нравится вот тут какой-то еще проход есть а там закрыто не пройду вот конечно бы к светке было проще находить я был бы рад ай-яй-яй-яй ранит туман так и должно быть нет идет этот пар не пару этот туман страшный что мне собственно с этого а противогаз есть ух ты х так тут все это время был противогаз я не заметил просто а что зачем я сюда собственно пришел и реальности ради тупо противогаз я зашел подожди тут что а вон проход а как нужно выбраться нет да не могу залезть не там не за мне за что зацепиться я туда залезть не могу единственное что а там есть платформа я подумал что-то про не очень поздно убрать тогда выберем противогаз мне нет смысла сейчас рифа итак открываем я надеюсь будет еще один раз хотя бы котенов появится я просто хочу реально посмотреть какие тут есть моментики и монстрики может реально кого-то на превью взять прикольный же типы кольный же монстр так здесь ничего на полу не значит сюда идти положительно дам серая кассета а где тебе ее достану я уже должен был взять или она здесь где-то нету по ходу кассеты да ну да вы видимо кстати один из бывших работников корпорации как раз как я и говорил то что они не раскрыли нам кто такой герой вот видимо в этой части они хотят немножко его раскрыть вот у вас есть кассета теперь ставим слушаем не там что-то откроется испытуемые стабилин присвоен номер 1322 время последней проверки состояние четко обнаружилось нейронной аномалии несмотря на нестабильные показатели мы залегли человеком перед включением света что там что вы делать с моим другом почему-то рвать и сюда попал кевин заболел зачем его забрали и я да кевин болеет ему очень оздоровится но мы хотим его вылечить и ему снова нет лучше только если мы его заберем туда где за ним будут ухаживать где ему будет спокойно что же как думаете он вылечится думаю да малыш мы умеем лечить малыш мы хорошо учились школе слышали старших и крепко спали по ночам как раз пара идем я отведу тебя в кровать ладно было приятно познакомиться с джозеф обещаю с твоим другом все будет хорошо когда следующий раз встретитесь он будет даже лучше прежнего не включился не она это бред тут детей просто держит и издеваются над ними если до этого нам рассказывали про какую-то фабрику которая производит игрушки то сейчас это просто место где реально издеваются типа приют устраивают где никому не нужны детям никому не нужны звучит не очень красиво дети без родителей но это жертвами не это не классно вообще не классно там ничего и нет так я допустим допускаю что вообще мне не сюда идти тогда так допустим возможно мне идти сюда скорее всего мне реально идти сюда так ладно вот фиолетовый кстати вот это пошел я могу за ним пойти прикольно так ко мне вообще сюда надо идти или я правильно шел слишком правильно и я не изучил ничего что там было потому что мне реально не хватает энергии с этим будет как будто маленький мне кажется персонаж должен быть чуть чуть выше так этот этих дверей а ну давай посмотрим что там было потому что то просто а это проход назад я понял значит я все правильно пошел что я пошел сюда блин маленький фонаричек конечно область не позволяет разглядеть полностью что вокруг происходит там есть подъем там есть подъем но у меня больше то здесь мы вернемся это хорошо то мы будем обходить там видно что мы будем обходить специально подъем для этого так хорошо капец тут для маленьких совсем детей ты прикинь это же совсем маленькие дети они еще ничего не понимаю даже вот это уже для взрослых более детей здесь еще понимающие увидишь уже большие кровати для больших детей здесь вообще же маленький и непонимающие детки и их просто что это а это это собачка то которая знали в лабиринте гонялась вот типа блин их берут это понимаешь на эксперименты потому что то что мы слышали это же реально больше напоминает эксперимент какой-то нежели обычное ухаживание за детьми где да как я говорил здесь будет вот так ладно если тут обход есть я надеюсь что замочить монстр не погонится потому что я не хочу бегать в монстров вот что что она приятно куда ты наслаждаешься игрой они улетаешь от монстров которые тебя пытаются сожрать на каждом углу ну типа либо вот как было ранее прикольные испытания всякие это реально интересно прикольно но никогда за тобой гоняются в тупую монстры и ты тупо ходишь по кругу пытаешься выжить и собрать какие-то предметы кстати не знаю почему то они сделали так что ты одновременно и можешь вот так клавишей открывать и одновременно ешкой некоторые вещи что это кто-то я лисинка картинка давай есть разбив вкусняшка курочка гриль с удовольствием ученый вкус нечего а свяженые динаровку все еще а как криповую тоже хрень все такие игрушки них криповые так сохранение наверное вы здесь мы остановимся я конечно хотел продолжить еще снимать но уже поздняя ночь поэтому спасибо за просмотр себя дальше пока пишет поставь лайк прокомментируя следующую серию а я пройду уже следующий раз потому что сейчас уже ночь и уже поздно снимать поэтому спасибо за просмотр еще раз всем удачи всем пока напиши что все же ты думаешь еще про эту игру потому что эта игра как по мне стало даже лучше мне она лично нравится пока что я реально хочу ее пройти поэтому что ваших ответов